Без запретов О том, что игра стоит свеч, наш герой, конечно, не мог знать. Все начиналось и в самом деле, как игра. Сам он даже не помнит тот день, когда отец впервые привел его на картодром и посадил за руль маленького, но все-таки настоящего автомобиля. Неудивительно, Егору Санину тогда было 5 лет, но педаль акселератора Егору топил так сильно, что следующее десятилетие его жизни промчалось так же стремительно, как спорткар по гоночной трассе, останавливаясь лишь иногда на пидстопах и у пьедестала, чтобы забрать и привезти домой в Ульяновск очередной трофей. Когда первый раз пришел, тебе сколько? Пять с половиной лет был, у меня отец говорил. Этот день помнишь вообще? Честно говоря, нет. Это было, вроде бы это было в Москве, мы, меня отец повел в накрытый картодром, и там, я даже не помню, ездил я или нет, мне было очень, мне было 4 года тогда, это был просто прокатный картинг, я не знал, что уже из этого что-то выйдет. Честно говоря, я даже не помню этот момент, я, ну, я тогда еще ничего не упоминал, я же был маленьким парнем, мне было весело. Скажи мне, ты рад? Да. Как настроение? Хорошо. Хорошо? Нравится тебе здесь? Нравится. Обшивали меня? Хорошо. Хорошо. Давай езжай. Если кто-то трое выиграет, там кубики дадут, а если кто-то не выиграет, ну, там что-то другое, кроме кубиков. Чего в самом деле нет в коллекции кубков и призов Егора, так это кубиков, о которых он упоминал на кадрах семейного архива. Зато всего остального... Егор, я вот вообще немножко это по-другому представлял, потому что вот такая коллекция, это, по-моему, какой-то такой не средний, а большой спортивный музей или автоклуб, или еще какой-то спортивный. Клуб, сам-то помнишь, сколько призов у тебя? Честно говоря, нет. А первый помнишь какой? Да, конечно, вот мой первый кубок за шестое место. Это где было? Это было в подмосковном Калининец, на мини-баге, мне было 5 лет. Мне очень дорог мой первый кубок, и, конечно же, очень дорог вот этот кубок. Это мне вручили в прошлом году. За весь сезон я стал победителем Кубка России уже во взрослом классе, и, соответственно, он для меня пока что самый дорогой. Мне, скажем так, трудно быть, может быть, даже объективно, потому что, в общем-то, Егор вырос, можно сказать, на моих глазах, и первые соревнования, которые в Ульяновске проводились, и в которых он участвовал, конечно, он до этого тоже участвовал, но это именно на Ульяновской земле были, это мини-баги, это было очень давно, уже, наверное, больше 10 лет назад, и это больше познакомился сначала с Дмитрием, с его папой. Ну что, это был молодой мальчишка, который еще сам, наверное, не всегда осознавал, это мальчик, в принципе, это ребенок, который еще даже сам, может быть, не совсем осознавал, что он делает. Это больше была инициатива папа, который вкладывал душу и деньги, и все свои какие-то, может быть, даже, как я считаю, несбывшиеся свои мечты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Отец Егора не только втолкнул сына в мир большого автоспорта, но и вошел туда вслед за ним, или вместе с сыном, а точнее, благодаря ему. Сегодня Дмитрий Валентинович Санин – судья Российской Автомобильной Федерации. Недавно работал техническим комиссаром на Формуле 1 в Сочи. Но 10 с лишним лет назад он был тем единственным мотором, который втащил Егора в автоспорт и долгое время разгонял по трассе, выступая в роли и тренера, и механика, и промоутера сына. У Егора тут самого глаза загорелись, когда он первый раз попал в этот ревущий мир, или просил папа не надо. Я помню, просто меня отец маленького на яхту брал с собой, я еще плавать не умел, я боялся. Ну, всякое было, какого-то страха не было, но и осознанного желания несколько лет не было тоже. То есть он выполнял часть своей работы, тренировался, изначально без особого энтузиазма, но потом пришли результаты и появился неподдельный интерес. Обычно я вот по опыту знаю, отцы, когда выступают в роли наставников в каком-то деле, они своим детям более требовательны, чем, допустим, тренер, который с чужими детьми работает. Вы требовательны в этом плане? Жуткий человек. Да, я думаю, даже очень. А как вы узнали, что супруг ваш хочет сына приобщить к автоспорту? Для вас это неожиданностью было или какие-то разговоры в семье были, что вот растет сын-то уже большой, пять лет, пора его сажать за руль автомобиля? Ну, в принципе, это не новость была. Он у нас с трех лет на электромобиле по квартире ездил, уже за руль его хорошо. Потом как-то постепенно перешло в более... Вот в мини-баги мы поехали по Порбусь в Москву на тесты. И после первого уже проезда было решено, что, наверное, это наше. Начали заниматься. Мама Егора Татьяна Юрьевна тоже любит автоспорт. Наверное, поэтому он и стал общим семейным делом Саниных. Но когда на смену детскому электромобильчику приходит несгораемый костюм, согласитесь, любой матери очень непросто справиться со своими чувствами и уважать выбор сына. Очень волнуюсь, переживаю, себя держу в руках. Поэтому как-то вот так. И не видно полотна, лимузины, лимузины. Среди них как два пятна, две красивые машины. Будто связанные тросом, а где тонко, там и рвется. Акселератором под сосом больше места не найдется. Будто знают, и как стоит свеч. Только вырваться, выплатят все по счетам. Ну, а может он скажет ей речь о клаксоне. И что у них есть еще там. Трудно сказать, какой клаксон позвал Саниных на гоночную трассу. То ли эмоции, полученные в детстве отцом на автокроссе Варском, куда многие ульяновцы съезжались семьями или заводскими бригадами. То ли гены. Ведь дед Егора Валентин Николаевич как раз и летал там на УАЗах, завоевывая очки для знаменитой автозаводской команды. Работал на Ульяновском автомобильном заводе. Занимался автомобильным кроссом. Соответственно, выступал на автомобилях УАЗ. Это было до 1973 года. Ну, там, грубо, на протяжении, наверное, 6-7 лет. До этого выступал на автомобиле ЗИЛ, когда служил в вооруженных войсках в передах советской армии. Стартует автомобили УАЗ 469 и Нива. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Победу в этом классе машин одержали хозяева соревнований ульяновцы. Что я, так сказать, явно и красочно запомнил, то, что ощущение праздника. Все напряжены, но все довольны, все чего-то ждут. То есть атмосфера праздника. Огромное количество людей. Автоспорт был очень популярен в те годы, тем более в ульяновске. Ульяновские болельщики любят этот вид спорта. И, быть может, эта любовь помогает ульяновским гонщикам побеждать. Во времена моего детства, это 70-е и 80-е годы, конечно, таких карт-холов в помине не было. Но секции картинга все-таки были. И мальчишки в них валом валили. Только путь до трассы был долгий. Сначала нужно было очень долго изучать теорию, потом часть возиться в боксах. Так что непосредственно за руль садились считанные единицы. А мечта погонять на карте так и оставалась мечтой чаще всего. Вот как у меня лет на 30-35. Кстати, картинг – это вообще великая школа в карьере большинства спортсменов. Егор прошел ее с отличием. И снисходительно смотреть на эти маленькие машины не стоит. Напряжение здесь не меньше, чем в Туринге или Формуле-1. А пробиться к победе через плотные ряды соперников бывает и посложнее. Но только картинг дает всем участникам равные возможности. Именно здесь все решают смелость, реакция и талант. Потом в более высоких классах многое нивелируется мощностью двигателя. И финансовыми возможностями команды. Хотя и там наличие смелости и таланта необходимо. Что самое трудное в автоспорте? Что самое трудное? Самое трудное – преодолеть себя на трассе. Потому что есть такие моменты, когда нужно позже затормозить поворот. Боязнь. Это страх. Это нормально для людей. Но нужно его как-то преодолеть, чтобы голова во время старта была спокойной. Нужно отключить все эмоции и включить голову. Во время соревнований жарко, наверное, в таком костюме. Вообще температура, вот мне говорили, до 70 градусов поднимается. Тут удовлетворение. Да, конечно. Особенно летом тяжело. Когда едешь в закрытой машине, нельзя... Ну, можно, конечно, открывать окна. Но это потеря времени, потеря скорости на трассе. Поэтому я практически никогда не открываю окна. И там действительно очень жарко. Субтитры подогнал «Симон» Егор, ты третий? Да. Как для тебя эта гонка прошла? Хорошо. С какими проблемами ты столкнулся? Эй, Девчонки, у меня проблем никаких. Никаких? Ну, ты сегодня в призах. Я знаю. Я тебя поздравляю. Удачи в будущих победах. Что бы ты сам себе пожелал? Я сам себе победы еще очень много. Молодец. Молодец. Удачи. С момента первого интервью и первого автографа Егор мчался к своим победам не останавливаясь. Неоднократный призер и победитель этапов первенства России в классе Д-3 мини, обладатель Кубка России по картингу, победитель первенства России по ралли-кроссу. Все и перечислить сложно. А в прошлом году самый юный пилот российской серии кольцевых автогонок стал обладателем Кубка России в классе национальной. Разница какая почувствовалась, когда впервые в возрослых соревнованиях уже приняли участие? В чем она? Да, конечно. Ну, во-первых, это было различие в том, что я до этого выступал кросс-ралли-кросса, а впервые поехал в кольце. Там надо было совершенно по-другому думать и просто переучиваться. Ну, конечно же, другой автомобиль, мощнее, быстрее, больше. Нужно было привыкать и к габаритам, и к скорости, и к тому, что соперников на трассе намного больше. Соперники по-другому себя ведут? Да, конечно. Это же уже взрослые люди, они думают, они уже знают, что надо и как делать, а мне приходилось только учиться. Например, первую гонку, которую я ехал, я просто ехал на одной позиции, мне повезло, что у меня была хорошая квалификация, я ехал на второй позиции за своим тренером и просто смотрел, как он ехал. И даже не обгонял, не оборонялся ни от кого сзади. Я просто ехал и думал, просто даже маленько не понимал, что и куда надо было ехать. Ну, мне повезло, был хороший темп, и я приехал на второй позиция. Какие черты у него, вот как у гонщиков вы можете отметить, как спортсмен? Ну, главная черта у Егора, по моему мнению, это умение думать и слушать то, что ему говорят старшие, умение впитывать и применять это на практике, умение разговаривать с механиками, с гоночными инженерами, то есть рассказывать все, что он чувствует, что он чувствует о машине, о своем состоянии, о состоянии трассы. Это самое важное, чтобы пилот умел анализировать то, что он делает, и он мог донести до тех персоналов, для гоночного инженера, до тренера, то, что он ощущает в данный конкретный момент. Для нашего Ульяновского спорт, Егоров, это открытие? Да, конечно. Это не только для Ульяновского, для России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Маленькие детки, как есть такая присказка, маленькие бедки, да, растет сын, какие-то новые проблемы с этим появляются. Я не имею в виду сейчас вот чисто спортивно-финансово. Какие сложности на каждом этапе? Что сейчас новое открывается? Я не знаю. Ну, вот он теперь выступает во взрослых соревнованиях. Я посмотрел ролики, там такие девушки, поклонницы какие-то, внимание вот это вот. начало, может быть, каких-то, какой-то взлетной жизни. Ничего этого пока не почувствует, не беспокоит это, как родители его. Ну, я нет, не почувствовала. Пока все в порядке. Ну, будучи на соревнованиях с Егором, я так сказать, вижу и присутствие, соответственно, как вы называли, девушки, и каких-то поклонниц, какие-то автографы, цветы. Ну, в данный момент Егор очень сконцентрирован непосредственно на участии в соревнованиях, а не на околоспортивной жизни. Поэтому, как раз, может быть, даже это, не сказать, что беспокоит, но несколько даже удивляет, все-таки ему уже 16. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Земля Егора Санина, на которой ему приходится выступать, всегда лежит за пределами городов и курортных центров. Да что там земля, даже море, которое прекрасно видно с сочинской трассы, так и осталось за бортом автомобиля. Нет времени на пляжный отдых. Да и не очень-то Егор любит лежать под жарким солнцем. Возможно, хватило жара двигателя в раскаленном салоне. У Егора детства-то вообще было, кроме трассы, бокса, я не знаю, что-то он видел. Ну, Егор вообще много что видит, хотя непосредственно так и получается. Нам бабушка говорит, привезите магнитик, вы же в Москве, а мы находимся в поле под Москвой, привезите из Нижнего Новгорода, то же самое. То есть, на самом деле, все автоспортивные объекты, как правило, находятся за чертой города. Мы приезжаем туда, там живем и оттуда уезжаем. Ну, у каждого свое детство, я думаю, что Егора довольно счастливая. Я уже говорил, что в последний раз я ездил отдыхать 10 лет назад. Ну, не люблю я лежать на пляже и купаться в море. Мне больше нравится активный вид отдыха. А что, например? Люблю кататься на велосипеде, на сноуборде. То есть, ты сноубордом тоже занимаешься? Да, я неплохо в теннис играю. Если заниматься спортом ради результата и для результата, в том числе для собственного своего восприятия спорта и восприятия этих результатов, то, кроме этого, больше, ну, мало что вообще может быть. С учетом того, что он еще и школьник, ему нужно учиться. И тоже часть своего времени, часть души посвящать еще и школе. Помимо моторов и учебников, есть у Егора и свои домашние обязанности, которых с него никто не снимал. Убрать снег, скосить траву удивительно, но на земле Санина, где, казалось бы, и свободного уголка не отыскать. Есть и теннисные ракетки, и сноуборд с велосипедом. А еще есть домашние любимцы, аж три собаки, которые тоже требуют любви и внимания. У нас три собаки. У нас вот Мопс, Йорк и Хаска. Все любите животных? Вся семья? Я очень люблю. Да, это коллективное увлечение. И Егор тоже, да? Егор тоже. Ну, Егор родился, собаки уже были. Поэтому не эти, а другие. Тем не менее, он воспитан на любви к собакам, на доверие к ним, на общение. Понравилось? Да. Ты думал, что не понравится? Да. А понравилось, да? Да. Еще поедешь? Да. Побыстрее? Да. Что за дакл? Скажи что-нибудь еще. Нет, 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 там прямо отмешки. А? Ничего. Звание кандидата в мастера спорта Егор получил в 6 лет. Норматив мастера выполнил уже давно. Но до 16 в автоспорте такое звание просто не присваивается. В Европе так и к соревнованиям не допустят. Кстати, совсем недавно на тостовых европейских заездах Санин показал отличные результаты. С одной стороны, у самого молодого российского пилота прекрасные перспективы роста. С другой, в семейной машине Саниных все труднее отправлять сына за новыми победами. Автоспорт – дело дорогое. А программы поддержки талантливых спортсменов, наверное, есть где-то. Но в автоспорте до них еще надо доехать. Да, мы, конечно, пытаемся на фоне результатов, которые вбивает Егор, мы на фоне этих результатов положительных, пытаемся вести разговоры, переговоры с определенными структурами, которые сейчас начинают помогать российским молодым пилотам. Уже помогают, есть определенные программы помощи картинговым пилотам, но мы уже в другой дисциплине. Возможно, что-то изменится даже буквально с 2015 года. У вас есть примеры, какие-то тоже ребята занимались, но потом не дотянули именно по финансовым возможностям, не хватило их талантливой, подающей надежды. Что-то такое уже видели вокруг? Да, и очень много, но я бы хотел сказать несколько иначе, что я сейчас знаю таких ребят, которые выступают в автомобильном спорте, но далеко не на том уровне, на котором могли бы. То есть они и сейчас поддерживают, скажем так, свой талант, поддерживают себя в какой-то форме, но могли бы выступать в других более престижных сериях или, например, скажем, более удачных. Перспективных, как обычно, они есть, но автоспорт, к сожалению, это специфичный вид спорта, где не все решает именно талант. Талантливых людей во всех видах, наверное, достаточно большое количество, но вот именно по стремлению, по набору обстоятельств, в том числе и финансовых, все это решается. Да, сейчас есть очень хороший мальчик, это Олег Осипов, молодой мальчишка, тот же Дмитрий Охотник, который вот в этом году выиграл перенство Приволжско-Уральского федеральных округов по картингу. Но опять же, все это не только это. К сожалению, автоспорт у нас не пользуется той, скажем, поддержкой государства, которую он имеет за рубежом. Редактор субтитров А.Семкин А вы какие-то видите дальнейшие перспективы, ну, за спортом, после спорта? Спорт все равно, даже тренеры, все говорят, короткий промежуток жизни, времени, потом и большие спортсмены какие-то, аэродромы готовят, образование получают даже для того, чтобы на тренерскую работу идти. Вы, как видите, жизнь сына в дальнейшем? Ну, мне бы, конечно, хотелось, чтобы он приобрел профессию помимо спортивной, чтобы потом мог себе зарабатывать на жизнь. Ну, и, конечно, хотелось, чтобы он продолжал свою карьеру, потому что ему это очень нравится. Мои взгляды, вернее, в меньшей степени касаются спорта, в большей степени, не знаю, какой-то, наверное, около спортивной политики. Вообще, жизнь спортсмену может быть достаточно долгой, как вы правильно сказали, и в тренерской работе и так далее, но данная спортивная дисциплина не очень популярна у нас в стране, соответственно, не очень развита культура автоспорта. То есть специалисты даже очень широкого профиля или, наоборот, узкого профиля, которые достигли больших высот, редко могут у нас в стране найти себе занятие и применение. Поэтому, в общем-то, вариантов два, либо пытаться пробовать найти продолжение своей карьеры где-то за рубежом, а нам бы этого очень не хотелось, потому что мы любим там, где мы живем, вплоть до того, что именно этот город, и, в общем-то, не собираемся никуда уезжать. Ну, либо, на самом деле, искать какую-то другую параллельную профессию и заниматься еще чем-то другим. Потому что я могу повторить еще раз, что, к сожалению, ни спортсмены данной дисциплины, пока ни тренеры практически у нас не востребованы. Мне всегда казалось, что мечта любого пилота – выступление, а если повезет, так и победа в Формуле-1. Есть своя мечта и у Санина. Правда, она не связана с болидами, несущимися по трассам Монако или Абудаби. Наверное, потому что, как у любого профессионала, мечта эта уже обрела более конкретные формы и очертания. Мне всегда нравилась Формула-1, но никогда не привлекала тем, чтобы я там поехал. Мне нравится мировой туринг, мировой ралли-кросс или ДТМ. В основном мне нравятся кузовные гонки, где есть в пределах правил контактная борьба, острая борьба. Мне нравится обгонять или защищать свою позицию. А у вас какая мечта? Когда вы скажете, сынок, молодец, ты выполнил то, чего мы вместе хотели, к чему шли? Самое интересное, что нет конечной цели. Я сам себя уже многократно об этом спрашивал, не представляя конечную цель и надеюсь, что она будет далеко-далеко и будет всегда. Это же и есть стимул к дальнейшим продвижениям. Мне больше хочется либо кольцевые гонки, либо ралли-кросс. Ну, соответственно, если уже все хорошо сложится, я бы, конечно, очень хотел проехать в Дакар. От родной земли Санина до каменистых пустынь Южной Америки, где теперь проходит Дакар, тысячи километров. Но как знать? Свои 16 самый молодой чемпион страны намотал тысячи лин. Получается, не раз обогнул земной шар. А дорогу, которая выбрала его однажды, осилит идущий или летящий по ней вперед. Как бы ни было трудно. В общем, новых побед тебе, Егор, и будем болеть за наших. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok